Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поминуй меня грешного. Вот по утрам мы беседуем, я размышления такие имею и поделюсь с вами. Вот человек из чего состоит? И чем отвечает садатая Божия? Во-первых, бессловесная. Я вот увожу гулять, когда ураган прыгает, и увидит меня и мешится, и лезнет. Нет языка. Прямо интонации голоса показывает. Как он рад, что его поведут гулять. Вот он видит, знает. У человека есть пять органов чувств. Зрение, глаза, слух, уши, осязание руки, запах нос, и вкусовое язык. Допустим, человек слепой, ему что-то подали, что-то такое, а ты попробуй. На шоколад. Вот так. Если человек глухой, он может видеть. Если глухонемой, не слышит, не видит, он может пощупать его азбу, по брали, там, по пулёшке, такие по ним. И вот, говорят, зрение, на зрение падает, 87, что ли, процентов. Все остальное мы на другие органы. Там еще сколько-то процентов. Уши, через слух мы узнаем где-то. А сколько падает на обоняние? Вот сейчас, если заболел человек, это зараза, и у него обоняние теряется, я это не знаю. Но речь другое. Говорит, мы запах живителей на жизнь. Мы. И запах смертоносной смерти. Это не просто так. А мы являемся светом миру. Свет его видит, его не слышит. Нельзя ощутить свет, только глаз. Мы являемся светом, озаряя и отверзая очи им молитвами. Имеет глаза, но не видит. Имеет уши, но не слышит. И Господь неоднократно говорил, кто имеет уши, слышит, да слышит. Мы вообще стояли и говорили, я имею, я слышу, что нет. А однажды сказал Господь, и дважды слышал я. Дважды это эхо какое-то? Нет. В уши вошло и поверил. Я душой расслышал, что Господь, мой Спаситель, любит меня и призвал к себе. И вот я сегодня хотел по запаху поговорить. А то у меня размышления такие были. Запах смертоносный. Живителю понятно. Благоуха, не разговаривая с человеком, он как будто бы насыщен чем-то. Он не душится никакими одеколонами, ничего. А от него как запах идет какой-то. Поднимается у людей настроение. Что он услышал. Душа на это откликлась. И запах смертоносный. Вот запах смертоносный, он встречается в жизни чаще. Намного, намного чаще. А как это узнать? Никак. Никаких норм, никаких объяснений нет. Ты это должен определить в Духе Святом. Бог открывает это. Ну, к примеру, сказать так. Мы ягоду взяли, а я не ем эту каренду. Она кисленькая, она хорошая такая. Я языком ощущаю. Она хорошая. У меня нет этой изжоги. Чуть что у меня изжога. Что-то хреновое. Сделали из хрена. Или чеснок. Вот. А здесь есть один продукт, который я сразу сказал. Смерть. Как? На продукты смерть? Запахом определил. Я его не ел. Не знаю. Но как только сказали, на стол поставили, я сказал. Смерть. А почему? Спрашивают. Не знаю. Я многое не могу объяснить, потому что это на другом уровне. Почему в союзе 4,40? Почему не в 5, не в 4, а в 4,40? Я не могу объяснить. У меня побуждение в 4,40. Я как в союзе. Мне вот интересно. В тюрьме когда был, а там свет не выключается в камере. Меня Господь стал поднимать ровно в 4. Ровно в 4. В глазок смотрят. То есть, говорит, лег, положил я так руку. Он говорит, не шевелиться. Хоть сто раз проверяй. Говорят, они же идут пока там по коридору. Ты все время смотрят. Бывает кто-то повесится, думал или что-то. Вот сейчас вот смотри. А часов ни у кого нету. Вот сейчас 4 часа. Заметь, стрелка касается. Сразу встает. И смотрите. А как это вы-то знаете? Я не знаю. Почему вдруг с 4 на 4? У меня 2 часа на подготовку. В 6 общий подъем. Мне 2 часа нужно привести себя в порядок и помолиться. Утреннее правило. И когда готовили меня арестовать, я же знал. Все время в церковь идут. У меня сумочки с собой, белье, сухарики. И я ходил 5 лет. Сдал после первого ареста второй. Потому что много материала и сдавали. А КГБ все следило. И я знал это дело. Рано или поздно они меня схватят. У меня дома валенки стояли с галошами. Не трогал. Я их не надевал. И батюшка какое-то пальто там поношенное. Кажется, было хорошее. Нравилось мне. И тоже я его не трогал. В другом хожу. А это чтобы было сухонькое. И когда арестуют, меня домой примут. Вот это я уже знал. Потому что обыск при мне надо было делать. И так и было. И вот я говорю сейчас только об одном. О запахе. А на какой это продукт вы подумали так? Я не подумал. Я ощутил это. А оно опасно. Вот у нас Ольга Симоненко. Витя Савченко сестра. И она сажает кукурузу. Я прошу, ты для меня подсадись что-то здесь. И вот эти маленькие такие. Ну и маленькие площадки такие-то. И она приезжает на Исповицу. В Барнаул. Где-то там из Авьяловского района. Из Авьяловского района. И привозит. И здесь сварит в воде. Посоленое немножко. Вон одежду. Она знает. Я чувствую запах жизни. От продуктов. Я не говорю о душе. Я говорю только о теле. А видимо. Соя. Ее стали рекламировать. Везде. Особенно на Востоке. И в ней много белков. Не отрицаю я ничего. Я не исследовал. У меня нету приборов. У меня есть пять органов чувств. Ну пусть они слабо развиты. Пусть я плохо вижу. Я все считаю. Мелко еще сегодня. Учитывая. Что я провел. Около ста тысяч часов. За компьютером. Это в книгу Гениса. Заносили. Два раза больше. Один преподаватель. В милицейском институте. И говорит. Говорили про компьютер. Сколько и вас помянули. Издавая книги. Я за девять лет провел. Почти тридцать тысяч часов. Не вылазили. За компьютером. А как сохранили. Не знаю. Я понял. Что нужно мелко тереть морковь. Морковки две. Ну если большая морковка. Одна будет. Мелко-мелко. Такое что. Там ничего нет. Не то что строгать. А там есть такая что. Мелкая. И два раза. Вещина у нас не бывает. Всегда-всегда. Здесь я не всегда. Морковки нету. И главное. У меня когда бывает. Я им по ложке даю. Делим. Нравится очень. Ну а выйдешь сюда тоже есть. Будешь делать. Нет. Не буду. У батюшки спрашивают. Будешь? Не буду. Один еще у меня последователь не появился. А почему? Они столько времени не проводят и не знают. Да вы лучше капли купите они. А капли на каротине. Как раз на морковом соке. Я не знаю как это. Но каротин говорит. Для глаз. Я ощутил. Мои глаза требуют моркови. Я не знаю как объяснить. А кто вам сказал. Никто не говорил. Я это. Внутренним органам ощущаю. Глаза мои говорят. Дай мне моркови. Я много ем. Я много ем. Я все время тру. Да как это организм привыкнет. Это и хорошо что привыкнет. Он принимает как свое. В нужный канал отправляет. И вот запах. Ну хоть раз то вы ели сою? Не ел. А почему? Опасно. Модифицированные продукты. Я потом только прочитал. Проходит время. Год второй. Реклама такая. Везде сеет. Сейчас не знаю где сеет или нет. И вдруг. Слышу. Говорят об опасности. О раке. Желудка. А вот вы то как знали это? Повторяю. Я никакого предупреждения. Ушами. Глазами. Не имел. Я ощутил запах. Ты слышишь как пахнет оно? А как? Смертью. Ну. Ну вы столько выдумываете всего. Вот. К примеру сказать. Приехал Насий Евтихий. Он простой такой. Епископ. И мы целый день. Я пас. Овечек здесь. Корченое набирали. И мы там. Стаскивали соломы. Когда осень. Там большие. Такие вот. Пол дома этого наверное. Кучи. Мы залезли туда двое. Или овечки пасутся. А мы беседуем. Вот я говорю. Лог. Видишь идет. Это остатки от потопа Ноева. Вы знаете. Тихонович. Вы так любите свои теории. Владыка. Я не теоретик. Нет. Как Исаак Ньютон говорил. Гипотез не сочиняю. Объясните происхождение. Видите. Вот. Вот эта сторона. И та. Вам видно? Ну да. А то видно что это ровно было. И вдруг. Такая прорва. Ширина. Где-то метров пятьдесят с речью. Даже семьдесят. И глубина семь метров. И ровно идет. И идет тысячи километров. Куда эта земля делась? А везде видно что здесь было ровно. Ну. Вода. А какая вода? Вот. Вот сейчас видите. Вот видите. Главный лог идет. А на него. Идет один. Вот смотри. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Рожки. И они начинаются. Ну. Метром сто пятьдесят. Начинаются. И сразу глубоко глубоко. И до уровня. Дно. Того. Которое. Сюда втекает. В основной канал. В основной канал. На одном уровне. А там дальше поля идут ровно. Тут не гор нету. И воды. Что бы вода ровно так. Вычистила все. Да это не просто. Вычистила. Вот у нас идет когда лог. Вот здесь вот. Я говорю. Смотри. Ты видишь? Да. Ну. Ты смотри. Как широко дальше. Там уже на двести метрах идет. Кверху. А потом. Совершенно ровно. Одинаково. Вот мы идем здесь. Ну. Около храма. Низинка-то. А дальше-то идем лес. Это околок. А еще дальше-то. И оно только начинается. Дальше железная дорога идет. И его нету. И тут сразу расширяется. Вот. Храм. Храмовый пруд. Камагориха. Где дальше. Куда земля делась? Это год. Она была под водой. Тут километры воды были. Тут киты плавали. И разбухло. Я говорю. Давай. Тут ванна. Я оставлю дырочку. У нас дырявая ванна. Я земли накидаю. Потом. Воды. И под водой. Земля находится. А потом. Когда она начинает утекать. Ты посмотри. Она вся земля не утекает. А остается здесь вот они лога. А теперь вот здесь вот у нас лох который идет. Вот глядите. И вдруг. Раз. Он расширяется в эту сторону. Почему он расширяется? Не знаю. Как? Не знаю. Это означает что здесь какой-то поворот. Что-то более твердое в земле было. Земля свежавшаяся. А она ударилась. То напротив ее нету. Лог вильнул морейка туда. Сам-то лох идет. Вода так. А этот ударил. И теперь эта струя отлетает. Она не просто теперь бьет. А бьет вот так наискосок. Там вода еще. И бьет туда. И там смотри. Там выебывает. Теперь она ударилась. Но главный поток увлекает ее. То туда. Напротив ее. Вот так вот. Смотрите. Нет вот этого. А туда дальше вот так наискосок. Снова. Выемка. Туда она идет. И оттуда опять выемка. То есть. Вода. Основная идет так. А эта которая с этих мест стекает. Она бьется. То туда. То сюда. И туда вылетает. Ну. Я говорю. Вот то-то и оно. Другой-то ни теории никакой не надо. Это миллиарды. Не миллионы. Миллиарды. Тонн. Куда она ушла. Земля. А сверху. Тогда был лес сплошной. Громадные. Дубы. И все это несет. Куда? В Кемерово. А землей прикрыло. Вот тебе уголь. Они даже с нами делись углем. Наша земля помогла быть этому. Даже привести мне. Если землей пользуются. Но это уже шутка. В Кемерово. Так вот. Запах. Живительный. Когда Евангелие. Слышит библейские строки. Живительные. Это у меня есть. Которые там. Вижу людей. Не за то, что они на меня нападают. Я бы их и не смотрел. Они нападают. Говорит там Дворкин. Вот. Максима Георгий глядит. Запах смертоносный. От слов, которые они говорят. Они этого не понимают. Если они услышат. Я слышу это на другом уровне. Запах смертоносный. Не зная. Не проверяя. Лгут отвергая. Чтобы люди не приходили. К нам вот. Тут был священник Кэтманова. Владимир Суртаев. Ну и. Ну и. Народ обидел. Где-то и. Давайте машину купим. Купили. Ну. У нас все время. Давайте домик купим. Собрались. Купили. А вот у нас жену. Перевел то на кого-то. И. И. Народ подал у него. Ну и. Пархия начала суд. Тогда был еще Антоний. Кажется. Да. При нем было. И засыпили его крепко. Засыпили в суд. Передали. Делал это. И суд дал ему года четыре. За похищение. А теперь он сидит в тюрьме. И я его встречаю. Я с ним беседую. В окошечке. Или отдельно могут вызвать ко мне. И. Я его вызываю. Говорю. Назначь встречу-то. И. На счастье идет. И корреспондента призвали. И. У меня где-то в книге даже есть про это. Кристин. К этому. До слова Божья не туз. Я говорю. Ты это отдал. Ну как я отдам. Когда это мое. Он уже проглотил. Его вытаскивать надо. А. Сестра его узнала. Что я иду занятия в техническом университете. Стала ходить. Платочек на дело. А я что узнаю. И. И. Сначала о нем ходатайствовать. Перед прокурором. Край. Генерал-лейтенант. Это. Важное дело-то. И. У. Скостили. Срок. А. Он до этого учил против нас. У них икон нету. Они их за идолы считают. Божью матерь. Не посчитают. И. Когда он стал к нам ходить. Я говорю. Отец Владимир. С него санта не сняли. Я говорю. Вы говорили что у нас икон нету? Говорил. Ну. А ты знал что они у нас есть? Знал. Зачем говорил. А чтоб к вам не ходили. Это запах смертоносный. И. Дальше. Ну. Божья матерь. Ну. Ты знал что у нас епископ есть? А ты говорил нету. И. Говорили как. У них епископ то как бы есть. Он приезжает. А. Они его палками гонят. Пока. За деревню не выгонят. Ну. Такую пакость. И. Говорил. Говорил. А сам здоровый. Такой. Крепкий. И. Он образовал. Какая-то. Кузница. Там. Железо кует. Железо кует. Разные оградки делает. И назвал. Красный дракон. Ну. Священник. Он называет. В своей организации. Красный дракон. Он мне даже помочь хотел для лагеря. Я говорю нет не надо. Я сам все сделаю. Он там разные катушки для детей. Все это из железа. Красиво делает. Сейчас не знаю как. Но он к нам ходил. И сестра его стала ходить на бобщину. А как только он отошел. И она выскочила. Больше ее нет. Вот. Запах. Вот этот. Смертоносный. О нем я и хотел сказать. А как вы знаете. По Библии. Внутренним чувством. О. Так на вас напали по этому. Нет. На меня. Горкинг ни на разу не нападал. Я только один раз посмотрел. Он выступает. И сказал. Запах смерти. Буквально клубится дымом. И вы видите. Не вижу. Ощущаю. Прям носом ощущаете. Нет. Другой нос. У души. Видите. Вот. Начнем людям говорить. Которые. Не знают. Вот. Колберла Маклина. Она. Сестра. Василия. Григория Богослова. Григорий Ницкий есть. Вот. А их сестра. И он вспоминает. Как у нее было исцеление. Она болела. Какая-то болезнь. Верет. Что это за верет? Раб наверное. Раз так серьезно пишет. И она. Мылась даже. Одевши. Чтобы не видеть своего тела. Это считается. Шильд такой. Она. Молится. Руку под платье. Сунула. Потерла там. Обмыла. Даже свое тело. Сама не смотрела. А чудеса-то были с ней. А люди не верят. Он говорит. Да. Люди верят. И как в то. Что могут совершить сами. Критерий какой. Совершить. А что ты совершишь. Когда ты живешь. Во сколько ты встаешь. Столько. Посы соблюдаешь. Ну вот. Первую неделю. И последнюю. Великий пост. А кто тебя разрешил. Первую последнюю. Зато он говорит. Семься. До щели у царя. Ты первую. Последнюю. Почти. А тебе принято. Царю понравится. Нет. Ну то. Разное. Вот. Я сегодня. И вам говорю. А как. У нас проспоры. На язык у меня никогда жалобы не было. Я определю. Проспор. Хорошая. Живая. Сухая. Размощить можно. А вот запах. Никто ни разу. Нигде не говорил. Проповеди нету. Я стал задумываться. Почему? Они ощущали. А чтобы перенести это на плотское. Как я на сою перенес. Этого нет. Это вообще нигде нет. Я много считал. Святых отцов. Патрология имения. Насчитывала. Пять там добротолюбия. Нигде нет. Почему? Ну. Я ответ свой имею. Плохо знали Библию. И видели. Где есть отступление. И вот. Вчера мне говорят. Один пишет. Я вот. Готовлюсь к окрещению. И оказалось. Что я окрещеный. Я разузнал. Все. Крещен. Полное погружение. Но это было без попосов. Там допустим. Кержаки. А у них помазания то нет. Священства нету. Ну. Я узнал. Что это у старобрядцев. Ну. И пошел. И меня как говорят они. Довершили. Но. Я встретился со священником. С одним. Он говорит. О. У них это не действительно. Это раскольники. В Белоковицкой иерархии. Да какие же они раскольники то. Колун корит. Но не чурка. Кто затеял эту реформу? Никон. А теперь. Он знал. Что из зарубежной церкви. Даже. Как раз он из зарубежной церкви. Помазания взял. А Московская говорит. Нет. Это юридики не надо. Он за старобрядцев. А старобрядцы узнали. О. Нет. Это надо только. Эти там. Новозымковские. Старобрядцы. Имеющие священство. Их только два. Такие. Разные. Все. И он меня вчера спрашивает. А меня то в этой церкви. Официально то. Действительно или нет. Это Игнатий Тихонович. Вы для меня последний эпох. Я говорю. Действительно. На душе у тебя. Проверь. Как. Не мне веря. И там. Вот так он. Уж там благодарности. И там. Сколько. А ты только. Только вот сейчас свеженький где-то. Почему? Запах. Вот это только у меня. Другой нет. Только у меня. Без сверки. Со Словом Божиим. Запах. Просто дынится. Вот я не говорю же. Вот свечи когда в церкви берут. Красные. Синие. Это. Там воска нет. Там разные. Циррозин. Это катарахта. Это кольчий икон. Вы. Запах. Чувствуете в церкви какой стоит смрад. Вот эти свечи это. А горит. Трещит. Как будто наган стреляет. Еще. Возьмем у нас когда. Видел. Чистый воск. В свечи возьмешь. Аромат. Запах какой. Бывает так. Смещение пройдет. Подымит. И глаза щиплетят. А в другой раз. Мы же ощущаем. Так и здесь. Когда говорят по слову Божию. Я не буду скрывать, что у меня есть. Задают. Говорят. А у вас любимчики есть? Я говорю. И что? Ну а как? Должна одинаково быть любовь ко всем. А почему? Решили. В Библии говорится. И ученик, которого любил Иисус. А что? Остальных он разве не любил? А кто? Я. Он молоденький был. И такой. Все время около него. И на груди даже головой лежал. Так и здесь. Есть. Я могу назвать. Моей любимцей. Кто исполняет слово Божие. Кто ревностит. Кто быстро бегает. Я и духовно имею ввиду. Быстро. И называю. Прямо называю. Это в книге у меня описано где. Почему трудится человек. Это самое ценное. И меня привлекает больше всего, когда человек предан Богу. Для Бога. Тут мы найдем общий язык сразу. И какой будет запах. И так я желаю, чтобы вы это приняли. И был запах живительный на жизнь. А не смертоносный на смерть. Это у нас сегодня кажется 16 августа 2021 года. Понедельник. Видимо погрузка дров будет. Вчера мы батюшку все таки Якова вытащил из дома. И проехали второй мостик с вами. На Симаковском везде посмотрел. Все сделал замещание. Он опасается, что у меня слишком высоко поднят сток воды. Я говорю, оно ниже. Но оно внезапно нахлынет. Я говорю, два метра шириной коробка. Ну, может быть, он прав. А там еще приходят, еще длину разбрасывают. Хорошо побыли. Да. Посмотрели все красиво. Да. И какие он слова сказал. Я Володя сказал. Батюшка говорит, пускай учатся на шофера. А машину оставят, зачем ему туда-сюда нанимать. Сейчас ему ехать нельзя. А я знаю, что если после возраста, когда уже большой, и человек только на машину садится. Тем более сейчас такое движение. Батюшка сейчас рассказывает. Вот она на машине ехала. А там через дорогу переходит. В коляске трое ребятишек. Она за дулем женщина. Ну, молодая совсем. Там девушка или кто-то. И она то не справилась, то ударила их. Там сразу ребенка одного насмерть. Два покалеченные лежат. Ну и что? Я вчера у нас к нам сюда один человек заходил. И он болел около месяца. Видишь? Он не хочет, чтобы улезли к нему. Вот. Я посмотрел на этого человека вчера и говорю. Вот смерть. Смерть. Отпечаток на лице. Даже не узнаешь. Все куда-то в рот валился. Глаза совсем другие. Лицо сжалось. Согнулось. И все кончилось. И вот она помогала приобрести вот этот полсунта. Половина стоимости заплатила. И мало того. Володя вот этот блок. Мотоблок. Я его называю еще. Нелюстко так называю. И вот она ему купила его. И так везде. У нее много добрых дел. У нее разные бабушки. Везде она в город везла продукты. Она агроном кончила техникум и институт. Вот. И иди. Там кто-то пришла наверное. Разберись сходи. Давай. Ты начальник. И вот. Ну все на этом. Благодарить. Слава Христу. Дивный Господь. И дивные дела его. Тай-класс. Спасибо. Неислик.